Возвращаемся к беседе с Леоном Вайнштейном. 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 Леонштейн, давайте попробуем принять следующий звонок. Да, окей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Добрый день, Леон. Здравствуйте. Вы, наверное, помните, был такой спикер палаты представителей Том Фоллэй. Он проиграл выборы в 94-м году. И когда в 80-е годы демократы расследовали страшное преступление Рейгана и Буша, он сказал такую фразу, что преступления там нет, но там есть appearance of impropriety. Я не знаю, как это хорошо на русский язык перевести. И в ситуации с будущим президентом Пиде, там appearance of impropriety их можно есть с маслом. И точно так же, как невменяемые демократы придумывают свои расследования против Трампа, республиканты-сенаторы вполне, если захотят, могут открыть свое расследование вот этой связи Байден, Китай, Украина и все, что там надо. И вот Линдзи Грэм обещал целую кучу расследований, когда он станет председателем комитета, но он пока что ничего не делает. И я не понимаю, почему они не могут это начать сделать. Если не сейчас, может быть, подождать, пока Байден получит номинацию и потом начать эти расследования. Но я не верю, что они это сделают, потому что они гавкают, но не кусают. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И, кстати, в продолжение этой темы Дэвин Нунес готовит criminal referrals. И последний раз, когда я его слушал, это бывший глава комитета по… Следующий вопрос – это уголовное направление. Имеется в виду, что Конгресс и конгрессмен не может никого сажать и обвинять, но в их право и обязанностями именно передавать имеющиеся сведения с рекомендациями в Министерство юстиции. И вот в последний раз, когда я его слушал, он сказал, что, как минимум, дюжина человек, на дюжину человек он готовит вот эти представления. Возможно, за этим что-то последует, потому что генеральный прокурор так или иначе должен на них отреагировать. Мы знаем, что есть два письма. Одно от Грассли, сенатора Грассли, другое подписано сенатором Грассли и, значит, Грамм, к Бару с требованием расследовать, ну, на самом деле, как бы одно дело, но разные его аспекты. Дело, связанное с расследованием ФБР, Диоджей и тому подобное, как клинтоновских преступлений, так и, значит, Трампа. Преступления, я имею ввиду, возможных преступлений. Так вот, значит, они требуют расследования, почему Клинтоншу так расследовали, а второе, почему Трампа так расследовали, потому что они очень по-другому, по-разному расследовали одно и другое. И вот, значит, есть вот это требование. Это тоже называется criminal referral, то есть, так сказать, требование от законодательного органа к исполнительному делать то-то и то-то. Обязательно Бар будет это делать. Каким образом он будет это делать, это его решение. Закон говорит о том, что вот точно так же, как демократы недовольны тем, что им не показывают все там 400 страниц плюс там 10 тысяч тех страниц, которые поддерживают эти 400 страниц отчета Мюллера, то точно так же, так сказать, мы с вами недовольны тем, что Бар не назначил и, может быть, никогда не назначит специального прокурора, а будет это делаться какими-то другими образами. Ну, так сказать, во-первых, два дела сейчас ведется внутри Министерства юстиции и ведет их тот человек, который должен этим заниматься, значит, генеральный инспектор так называемый, у него все карты, у него все разрешения, у него все приказы, если он этим занимается. И теоретически, значит, генеральный прокурор Юты по требованию Сэшнса, очень странная там была какая-то история с ним, но, так сказать, год он ничего не делал, сейчас он вдруг начал, так сказать, заниматься как раз вот разборкой того, как ФБР вело дело против Клинтона. Хорошо, теперь по поводу таких так называемых расследований в Конгрессе, комитетами Конгресса. Значит, Надлер там 81 письмо направил, предоставить все документы и вызвать в Конгресс. Шиф гарантирует, что он вызовет в Конгресс Роберта Малера с тем, чтобы он отчитался под присягой, как проходило расследование. А теперь председатель комитета Ways and Means, ну, по налогам и так далее, затребовал, отправил письмо в РС с требованием предоставить налоговые декларации не только Трампа, а компаний, так или иначе связанных с Трампом, за шесть лет. И как вы думаете, ну вот в частности с налоговыми декларациями, куда будет это все двигаться? Ну вот, давай начнем с формальной стороны этого вопроса. Значит, ничего в Конституции Соединенных Штатов Америки не сказано по тому поводу, что президент должен представлять налоговую декларацию. Ничего в законах Соединенных Штатов Америки не сказано про это. Ничего не сказано ни в одном законе уложения решений суда верховного или какого-то другого. Потому что если было, то демократы давно бы подали, еще 2,5 года назад подали бы в суд и, так сказать, люди Трампа, которые делали ему налоговые, они обязаны были бы это предоставить. Вот если суд бы решил. Теперь, значит, то есть иными словами закон не говорит ничего такого. Теперь есть правила созданной избирательной комиссии Соединенных Штатов Америки, которые придерживаются уже больше 60 лет в сети, кто выставляет себя в кандидаты. И эти правила абсолютно 100% отвечены Трампу. Значит, было огромное количество кандидатов в президенты, которые просто представляли последнюю страничку, то есть выводы того, что там написано и до свидания. Трамп сделал значительно больше. Он составил список 462, случайно запомнил, потому что меня поразило количество, 462 компаний, в которых он является либо 100% владельцем, либо совладельцем. Кроме того, он предоставил список более тысячи источников своего дохода. И он представил выводы налоговой, сделанные на основании ежегодных многочисленных проверок. Значит, теперь ни один из членов комитета, ни в одном из комитетов, которые пытаются что-то достать от Трампа, не являются дипломированными CPA, ну так сказать, бухгалтерами, скажем. Поэтому им от того, что они получат все эти странички, которые проверила уже АРС. И если бы там было хоть малейшее нарушение чего-то, то давно бы, так сказать, подняли волну дела и тому подобное, но они не подняли никакую волну. Они постоянно проверяют, перепроверяют. Восемь лет сидел Обама. Последние там три года или два, так сказать, было понятно, что против Трампа идет серьезная волна. Обама очень политизировал АРС налоговую, и она, естественно, тут же полезла. Они делали очень нехорошие антиамериканские вещи в налоговой. Вот. Не давали возможность, в общем, очень много очень нехорошего делали. И, конечно, залезли к Трампу. Если бы там было хотя бы малейшее что-то зацепиться, они давно бы зацепились. Значит, аудиты, которые делались ему, всегда были нормальными. Всегда идут переговоры, всегда большие компании. Это всегда огромное количество материала, которое все время перелапачивается, ведутся такие negotiations, то, что называется. И вот, значит, ничего ни законного, ни прецедентного нету. Потому что прецедент был, значит, папа Митта Ромни, Джон Ромни, Джон, Джон, по-моему, Джек Джон, не помню. Папа Митта Ромни. А когда он в, по-моему, 82-м году баллотировался, пытался выходить, так сказать, на президента, но проиграл, так сказать, внутри партии. Он первый, который взял и принес все свои, значит, это самое налоговое, все свои отчеты, положил их на стол, сказал, вот я чистый, красивый, там, хорошо пахнул. А после этого как бы пошло в некую традицию, и многие из прецедентов приносили свои отчеты, а многие, как я уже сказал, приносили просто последнюю страницу. Поэтому нету ничего, что могло бы заставить президента. И последнее, что я хочу сказать. Вообще-то у нас в Америке есть презумпция невиновности, пришла к нам из Британии. Презумпция невиновности говорит, если есть дело, преступление, иди его расследуй. Но, как в Советском Союзе, значит, если есть дело, то есть если человек, то дело найдется, здесь не работает, у нас другая респруденция. Почему надо заниматься тем, что мы вызовем сейчас все материалы, все Мюллера, все этого самого, всю налоговую, все чего-то, а потом будем год копаться и пытаться найти там, за что будут цепиться. А вдруг он в 1734 году совершил преступление? Ага! То есть они пытаются найти, переворошить все билье для того, чтобы, а может быть, среди него будет что-то грязное. Не работает так американское правосудие, хоть ты тресни. Но требовать они могут все, что угодно. С одной стороны, правосудие американское так не работает, а с другой стороны, коммунисты, что в Советском Союзе, что в Америке, одним миром мазаной. Давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день, Сереж. Добрый день, Леон. Добрый день. Вы понимаете, единственная проблема с тем расследованием, которое сегодня проводится со стороны республиканцев, давайте вспомним, во-первых, кого он назначил генеральным инспектором, какой был генеральный прокурор, это был Джефф Сэшн. Во-вторых, проблема в том, что генеральный инспектор не имеет никакого права расследовать дела людей, которые были либо уволены, либо более не работают в действительном правительстве. Поэтому, учитывая то, что уволили и Макейба, и Коми, и Страка, и Бруса Ора, то есть уволили практически полностью всех, которых бы нужно было допросить. А их допросить невозможно, потому что они не являются действующими лицами. Это правда. Следующий вопрос. Следующий вопрос идет в том, что этим может заняться расследованием Конгресс. Но и Конгресс не может этим заняться, потому что у нас меньшинство в Конгрессе. Поэтому единственный вариант для нас навести какой-то порядок, это нужно не просто необходимо назначать вот так специального прокурора или же независимого прокурора и вести расследование так как, то есть, должным образом. Потому что иначе инспектор дженерал вам просто скажет, ну, да, ну, были нарушения, но я, в принципе, не мог запросить ни того, ни того, ни того. Вот в этом вся проблема. Поэтому нужен след прокурор. Это правда. Спасибо, Анатолий. Это действительно так. Генеральный инспектор не может, так сказать, ни допрашивать, ни расследовать людей, которые уже не работают в системе. Он может, как бы, он же внутренний инспектор, он же ищет недостатки работы с системой, нарушений и так далее. А люди, которые за пределами, которые уже уволены, уже не работают, он их не может ни вызвать, ни повесткой, ни так, никак, вообще никак. Но при этом у него самый лучший выход, лучше его никто не может выйти на документацию и проверять всю цепочку. Значит, поэтому даже если он не может не имеет права кого-то допрашивать, то он имеет право и может даже не что запросить, а просто взять ту документацию, которую он хочет проследить и, так сказать, на его, скажем, так сказать, рекомендации был уволен за день до пенсии. Значит, МакКлуб, если помните, да? Поэтому, нет, он делает серьезную работу. Майк Горвиц не является, он назначен, так сказать, при президенте демократии, но он не является, скажем, то, что называют партизаном, то есть борцом за партию. Он просто профессионал, который занимается своей работой. Я не говорю, что я считаю, что только он и больше никто. Я просто говорю, что идут, я ответил на вопрос, что идут некие расследования и которые будут, скажем так сказать, продолжаться и происходить в Сенате. Они готовятся. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, очень коротенький вопрос к Леону. Леон, будь любезна, пожалуйста, подскажите. Вот чисто теоретический вопрос. Я бы сказал, гипотетический, возможно. Может, нет, не знаю. А вот, бывший президент Обама или, например, Хиллари Клинтон, они вообще имеют иммунитет от обвинений, еще раз говорю, чисто гипотетически, в государственные изменения и в прочих деяниях вот такого уровня. Если не другое... Иммунитета они не имеют. Они частные граждане. Другое дело, что в государственные изменения президента очень сложно предъявить обвинения, потому что он и есть тот человек, который решает, каким образом вести политику. То есть, он просто говорит, я вот так решил. На самом деле, то же самое с Трампом. Все эти разговоры о том, что мы его импич за то, что он что-то нарушал и давал кому-то разрешение смотреть документы кому-то, нельзя было. Он тот человек, который это решает. Есть законодательная власть, которая постановила вот в рамках таких законов надо действовать. И мы двигаемся вот в ту сторону. А исполнительная власть, президент, берет и говорит, окей, хорошо, мы двигаемся в эту сторону на базе этих законов, и я для этого хочу сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Дальше что? Какое, к черту, измена? С Кринтон немножко другая история. Она, может быть, она не тот человек, который решал. Она была министром правительства, госэкториум. Вот. Но все остальное, если будет найдено, ну скажем, неправильное использование власти, да, преувеличение своей власти, попытка наживы за счет того, что ты, вот то, что Хиллари Клинтон все время, так сказать, вменяется, да, попытка наживы за счет нас, то, что Байдену, я вот рассказывал, сейчас начало вменяться. За это запросто могут посадить. Ну что ж, к сожалению, времени больше не остается. Я думаю, ну это не последний раз, когда мы встречаемся в эфире, у нас еще будет возможность не раз обсудить вопросы текущие или перспективные. Леон Майнштейн, спасибо огромное. Спасибо, до свидания.